Нас ожидают дезинтеграции России, возникновение многих разных государств на её территории. Русская колея. Традиции византийские. Икона Навального, простагента ФСБ. А Борового мы повесим на Красной площади. Константин Натанович, здравствуйте, большое спасибо, что пришли на автозаквайф. Здравствуйте. Это такой цикл разговоров о насилии в российском государстве, о культуре и о том, почему всё получилось так, как получилось. Чтобы как-то начать этот разговор, хочется спросить у вас. Вы уже какое-то количество лет живёте в Соединённых Штатах Америки. Вот общество российское отличается от американского? Вы знаете, многим, кто эмигрирует, им приходится долго адаптироваться в этих условиях, в условиях других, иных, чем в России. Но они адаптируются, это занимает обычно несколько лет. Это, кстати, один из аргументов, связанных с тем, что в России возможна демократия. Многие. Особенно, знаете, националисты, изоляционисты говорят о том, что у нас особый путь. Нам общие рецепты не годятся. Но все, кто эмигрировал, все, сто процентов, в течение времени адаптируются, начинают жить по новым правилам, привыкают к этому. Я думаю, что здесь основная причина связана, конечно, с тем строем, который был в Советском Союзе, а потом, в общем, реконструирован уже и в России. После периода демократии, вот, он калечит людей, калечит очень сильно. Это, знаете, похоже на жизнь в концлагере. Вот сейчас я это понимаю, живя, в общем, в относительно свободной стране. Мы жили, живем в концлагере, мы привыкли, нам так удобно, мы к этому адаптированы. И, ну, жизнь в свободной стране, свободным человеком значительно проще, чем жить в концлагере. Хотя, ну, ментально для многих, знаете, вот этот отрегулированный режим, подъем, готовый завтрак, готовый обед, готовый ужин, расписание, отбой. Вот, это, ну, просто более привычная схема жизни, к сожалению. Вот, и в девяносто первом году ведь произошло странное. Ворота этого концлагеря открылись, а люди не захотели из него выходить. Им это было привычнее, привычнее вот эта схема изоляционная. И два пути, которые мы наблюдали, это путь, которым пошла, пошли страны Балтии. Свободные, открытые от экономики, настоящие демократии, реституции, наказания, в общем, ограничения возможностей вот тех, кто руководил страной, люстрации фактически по отношению к коммунистам, к КГБ. И путь, которым пошла Россия, изоляция, уже в девяносто первом году, это же были очень серьезные дискуссии, ссоры, споры. Мы, так сказать, рыночники, демократы, такие люди, как я, Гайдар, мы говорили, что экономика должна быть открытой, полной конкуренцией. И нам возражали, вот русской, говорили, что мы не хотим превратить Россию в колонию Запада, энергетическую или сырьевую колонию Запада. И начала развиваться закрытая изоляционистская экономика. Эти залоговые аукционы появились. И, в общем, причина того, что произошло, в конце концов, она кроется еще и там. Уже в девяносто первом году, после ГКЧП, после победы демократии, развивать полноценную демократию, открытую экономику, номенклатура советская, советской ментальности, она не хотела. Вы знаете, мне в этом смысле этот период очень интересен, но немножко по другим углом. Для меня, я его не то чтобы застал, но для меня это уникальный временной отрезок, вот может быть с 85 по 93, время акторов, время каких-то больших поступков, время, когда многие люди взяли ответственность за свою жизнь и начали за свои решения и действительно делали удивительные вещи, если вспомнить там все эти протесты, Моссовет, памятник Дзержинскому и все вот это вот. А как это все рассосалось? Куда делись эти акторы? Почему они растворились? Почему? Ну вот один из них перед вами, человек, который сносил памятник Дзержинскому, ну к власти пришли чекисты, вернее они никогда далеко от власти не отходили, они полноценно, так сказать, захватили власть в 2000 году. Есть некоторые, знаете, иллюзии относительно, вот вы говорите, 85-й, 93-й год, иллюзии относительно перестройки, что это была демократия, это была свобода слова, это не так. Это связано с нашими сегодняшними ощущениями, на самом деле, вот этого периода демократии, настоящей. С 85-го по 91-й год это работала пятая статья о Конституции, о единственной партии, руководящей коммунистической партии, или шестая статья о Конституции, сейчас уже, видите, забывать начинаю. Тем не менее, свободные выборы уже проходили. Относительно свободные выборы. Понимаете, я участвовал в этих выборах, проводил многих своих, так сказать, членов, позволяли регистрироваться, вот, но были ограничения, связанные с распространением информации, позиции. И многие, ну, как тогда считалось, радикально рыночные, радикально демократические позиции были запрещены. Я вам напомню, что Валерию Ильиничну Новодворскую выпустили из последнего заключения не в 85-м году, а 23-го августа 91-го года, а после победы над ГКЧП, ее выпустили из тюрьмы, где ее, в общем, преступление, так сказать, расследовало КГБ. Вот. Очень много иллюзий, понимаете. Вот по поводу свободы слова ее не было. Была гласность. И цензура в Советском Союзе еще была отменена только в октябре 91-го года. Вот. Продолжало работать это ведомство на китайском проезде. И нужно было получать визы для любых публикаций. Вот. Ельцин отменил цензуру. Вот. Ну, свобода слова, в общем, относительная свобода слова появилась только тогда. И то, как вы понимаете, я работал у Егора Яковлева сначала на телевидении помощником, а потом у Александра Николаевича Яковлева. Оба были руководителями вот этого первого канала, советского, потом российского. и большинство проектов, все политические проекты, ими руководили журналисты-международники. То есть сотрудники КГБ, ГРУ, СВР, там разных подразделений. Но это, понимаете, это была одну другого рода цензура. Меня как-то Александр Николаевич Яковлев это был уже, наверное, 93-й год. Позвал к себе, и ничего не говоря, показал пальцем на свисающий с потолка провод. И оказалось, что это микрофон. Работающий микрофон все это время его подслушивали. И они найти, куда идет этот провод, так и не смогли. То есть КГБ продолжало работать, а, ну, поверьте, я многими проектами, во многих проектах участвовал, таких демократических. Везде были наблюдающие вот эти журналисты-международники, которые говорили, что можно, а что нельзя. У меня был смешной случай. У меня была своя программа на Первом канале, она называлась «Отражение». Это 20-минутная вставка. Интервью я делал с разными людьми на Первом канале в воскресенье днем внутри политической большой программы. И вот перед 4 октября 1991 года руководитель этой программы, журналист-международник, позвал меня и сказал, что ты знаешь, вот я не знаю, чего делать, как комментировать все эти события. Хочешь, мы тебе отдадим весь этот час. Говори, что хочешь. Но имей в виду, что если все последствия твоего выступления будут на тебе. Я согласился, взял этот час. Час рассказывал о том, что происходит внутри Белого дома, вокруг Белого дома, ситуация вся эта с Верховным Советом, с Рудским, с Хазбулатовым. И один из моих знакомых, он был в команде Рудского. И он сказал, что Александр все это время смотрел передачу мою. Когда она закончилась, он сказал, а Борового мы повесим на Красной площади. Так что ситуация не так проста. Кстати, к теме вашей организации в 90-м году Сакирка предложил мне стать сопредседателем. Это 90-й год еще. Общество осужденных хозяйственников. Осужденных хозяйственников, как они тогда говорили. Ну, предпринимателей по существу. И я стал сопредседателем. А в 91-м году, ну, это вот такой первый мой политический проект. Мы стали делать деятельность. Это правозащитная получается деятельность? Политическая, я бы сказал. Потому что, ну, это де-факто правозащитная деятельность. Но потому, что мы делали, как мы защищали предпринимателей, у меня была очень серьезная проблема, понимаете, брокеров российской биржи, которая была создана в 90-м году, их арестовывали прямо на бирже. Тогда еще действовал Уголовный кодекс Советского Союза. И спекуляции, это было преступление, вообще предпринимательская деятельность, были преступления, их довольно часто арестовывали. Но у меня были контакты уже с помощниками Горбачева, с помощниками Павлова. Мы их оттуда вырывали из тюрьмы просто, понимаете, людей арестовывали и собирались судить, сажать за просто за контракты, которые заключались по свободным ценам, то есть за спекуляцию, за предпринимательскую деятельность. Мы насчитали тогда 15 статей в Уголовном кодексе, за которые могли судить. предпринимателей или советской терминологии хозяйственников. Тогда же, кстати, в 91-м году я создал антикоммунистический альянс. Это был очень серьезный такой шаг. Я знаю, что Крючков скрипел зубами, мне об этом говорили, ему это очень не нравилось, но он ничего не мог поделать. Меня тогда поддерживал Горбачев, он очень хотел, чтобы развивалась вот эта следующая стадия рыночной экономики, биржи, банки, а я был председателем 15 банков и 100 бирж. Так что меня Крючков не трогал. Тем не менее, это действительно и в тот момент, наверное, казалось, и сейчас, глядя из нашего времени, определенный такой этап свободы. Но вот вы заметили, что все равно полицейское государство никуда не уходило. И мы сейчас вернемся еще к тому, что представляет сейчас собой полицейское государство Россия. Но перед этим хочу отослаться еще к тому, что вы сейчас живете не в России. Пропаганда любит говорить, мол, это у нас-то полицейское государство, посмотрите, что там в Америке, что там в Европе. Вы как считаете, вы в свободной стране сейчас живете? Вы знаете, это маятник. Маятник, который колеблется в любой стране. Граждане. В общем, это же коммунистические идеи, это идея идеального государства, города-солнца, полное равенство людей, любовь. Понимаете, этот идеал, идеализм, еще в 17 веке он казался некоторой целью человечества. Но опыт, практика показалось, что если исключить вот этот важный элемент конкуренции из человеческой деятельности, то начинает происходить загнивание. Знаете, как исчезают волки из заповедника, и начинают болеть животные, и погибают. То есть исчезает вот этот элемент конкуренции, который способствует выживанию. Так что в Соединенных Штатах сейчас власти социалисты, а маятник качнулся очень сильно влево, потому что демократическая партия, она была левой, безусловно, всегда еще при Франклине Долано Рузвельте, который сам был социалистом, ну, таким американским социалистом, вот, но в этот раз он качнулся чуть дальше, чем обычно. Президент Соединенных Штатов Джо Байден сегодня говорит не о американских ценностях, не о равенстве возможностей, он говорит о равенстве, о в чистом виде социалистических ценностях. Это опасно, и вы видите, что включилась очень типичная для социалистов пропагандистская компания, в условиях, когда их экономическая деятельность приводит к неуспеху, высокой степени инфляции, повышения налогов, ну, мы это наблюдали, скажем, Великобритания в прошлом веке, когда лейбористы приходили к власти и начинали те же социалистические преобразования и государство начинало загнивать и приход Тэтчер, Маргарет Тэтчер, вот, ну, изменил как-то эту ситуацию. В Соединенных Штатах левые тенденции были остановлены Рональдом Рейганом и возникла идея, так сказать, вот этой Рейганомики, радикальной рыночной экономики, которая, спасла Соединенные Штаты. Вот. Ну, это маятник, понимаете, я пока не вижу сли... То есть тенденции очень опасные для экономики, для политической системы. Сегодня социалисты используют государственный аппарат для репрессий просто, для преследования своих конкурентов. И, ну, вот то, что делается по отношению к, хотел сказать, к Рональду Рейгану, по отношению к Дональду Трампу, ну, это четыре судебных процесса по совершенно разным юрисдикциям такого не было вообще никогда в истории Соединенных Штатов. Понимаете? То есть это использование, это уже всем понятно, использование репрессивного аппарата государственного для политической борьбы. Это ненормально. Но пока это не приняло характера закона, правила. Хотя опасности есть. Давайте вернемся тогда к России. Вы говорите про маятник. В то время как многие политологи используют такой термин по отношению к России как русская колея. Что вы думаете об этом? Когда говорят о русской колее, говорят о том, что вот уже как 800 лет Россия не может победить вот эту архаику, выйти из этой борозды и встать на какой-то путь уже хотя бы модерна? Ну, проблема русской колеи существует. Это такое, знаете, еще метафора такая есть, прокрустого ложа. Понимаете? А русское прокрустого ложа это очень опасно, это действительно тенденция очень сильная, очень серьезная, о ней много писала в своих исторических лекциях Валерия Ильинична Новодворская. Это то, что она называла традиции, традиции византийские, традиции авторитарные, которые в России сталкивались с традициями новгородскими, свободными, демократическими. Вот, ну, это, понимаете, это же временное явление. Мы же с вами, вы, правда, молодой человек, вы этого не можете помнить, но было время оттепель после Сталинщины, понимаете, после жесткого коммунистического репрессивного режима, страшного, вдруг наступила оттепель, тоже коммунистический режим, но уже без вот этих ежедневных садистских репрессий, время, когда появились правозащитники, когда появилась сама идея прав человека, который надо и нужно защищать, и появились диссиденты, и появилась вот эта, ну, политическая жизнь, фактически она не была включена коммунистами как элемент государственной жизни, то есть парламент не стал тогда местом для дискуссии, вот, но они присутствовали, диссиденты, правозащитники, государство пыталось это контролировать, и в 68-м году, когда Советский Союз ввел войска в Чехословакию, значит, правозащитники вышли семь человек, но это не важно, вышли на Красную площадь с протестами, понимаете, это был такой, это еще был хвостик оттепеля, потому что в 64-м году все это дело закончилось, начались репрессии, начались преследования, на самом деле начались репрессии еще при Хрущеве, вот эти Даниэль Синявский, писатели, которые позволили себе публиковать, на Западе без одобрения цензуры советской, понимаете, это же для коммунистов это был вызов, цензура, которая существовала, работала, и писатели, которые вдруг печатаются без разрешения этой цензуры, коммунистической партии, там не было ничего не у Даниэля и Синявского, ничего серьезно антисоветского, но было нарушение принципа, когда все должно быть под контролем, так что возвращаясь к вашему вопросу, колея это есть, но наша не очень уже отремонтированная свежая телега, она иногда выскакивает из этой колеи и возникает, появляется шанс, вот такой шанс появился в 91 году, в 85 году, вы правильно сказали, это период перестройки, и эта колея уже не контролировалась в той степени, как раньше, коммунистической партии, КГБ, а в 91 году просто телега выскочила из этой колеи, и начала самостоятельно это движение, которое очень волновало и номенклатуру, и коммунистов, и КГБ, которое продолжало всё контролировать, существовать. 19 августа 91 года произошло ГКЧП, 20 августа мы принесли огромный флаг через центр Москвы, и вечером к вечеру в общем уже победили ГКЧП, и 21 августа они уже летели к Горбачёву, просить прощения, но 25 августа по нашей инициативе перед Белым домом мы проводили митинг с требованием люстрации против КГБ, против КПСС, запрета КГБ, запрета КПСС, и проведение трибунала, тогда родилась эта идея трибунал над КПСС и КГБ, над советским коммунизмом, но идея может быть родилась чуть раньше у Новодворской, но тогда в первый раз вот 25 августа 91 года мы её сформулировали открыто на митинге, в результате премьер-министр России Силаев вычеркнул меня из списка защитников Белого дома в наказание за то, что я позволил себе выступать против советской номенклатуры. Из всего того, что мы требовали, Ельцин обещал многое, но выполнил только одно, он запретил КПСС, и тут же возникла КПРФ, та же самая Коммунистическая партия. Вы сказали про Оттепель, и если сравнивать Сталинизм и Путинизм, что, конечно, во многом притянуто за уши, но почему бы нам этим не заняться, всё-таки современный Путинизм, он совершенно другого рода режим, и как Сергей Гуриев это называет, да, это диктатура обмана, которая строится вот на этом вот лицемерии, да, каком-то двоемыслии, когда всё притворяется демократией, выстраиваются какие-то институты, просто это как бы ширма. Однако это единственное, что у нас есть, да, это единственная рабочая, пусть и ширма, но это то, как бы, что работает, другого нет. И поэтому хочется спросить, с уходом Путина, как должна выглядеть вот эта вот трансформация режима, чем должен быть в первую очередь демонтаж путинизма? так, чтобы не навредить этой трансформации? Да. Ну вот, смотрите, если сравнивать с тем, что произошло в Германии, вот, демонтаж нацизма, он проводился под руководством новых немцев и оккупационной администрации, кстати, не только в Германии, но и в Японии, и в Италии, я не представляю себе, чтобы Запад был заинтересован, ну, в таком финале, пока не заинтересован, конечно, в таком финале путинского режима, то есть тратить усилия на борьбу, на военную борьбу с режимом Запад не хочет. То, что происходит сегодня в Украине, это только защита от агрессии России, и это значит, что вот та схема перевоспитания десятилетиями народа, отравленного пропагандой, отравленного ложными целями, ценностями, она просто невозможна. Конечно, это не сталинский режим, нету идеологии, это главное отличие. Нету вот этой коммунистической идеологии, нету вообще никакой идеологии. Есть, Гуриев абсолютно прав, есть имитация демократии по существу. Я считаю, что трансформация режима произойдет по другой схеме. Понимаете, современный политический режим, современная экономическая структура России, она не позволяет государству выживать просто физически, экономически, политически, морально. Для выживания государства, для выживания вот этой очень старой имперской схемы государства, которая закончилась, строго говоря, эта идея изжила себя в середине XX века, идея империй. Вот, для выживания государства, ну, нет никаких оснований вот в этом виде, в виде империи. И это значит, что процесс, который начался в 91-м году, дезинтеграция вот этой, ну, по существу, последней глобальной империи советской, он еще не завершен, но и будет завершен. Нас ожидают дезинтеграции России, возникновение многих разных государств на ее территории, не все из них будут демократическими, а я знаю, об этом говорят громко, на Западе, ну, вот Запад, отдельно его представители, и в общем все вместе, не заинтересован в падении этого режима, потому что возникающий во время дезинтеграции переходной процесс, он очень опасен. Вот уже этот переходной процесс распада Советского Союза привел, при том, что во главе новых государств республик были сильные лидеры там, Ельцин, Шушкевич, Украина, Казахстан, понимаете, ну, все это были, так сказать, автократии Центральной Азии, все это были стабильные во всяком случае режимы. И все равно неконтролируемое распространение ядерного оружия, обычных видов вооружения, ракетных технологий, все это произошло. Северная Корея, которая еще там 15 лет назад запускала ракеты, которые падали везде, в том числе на территорию Советского Союза, вдруг продвинулось в освоении ракетных технологий так далеко, что точность попадания их пробных пусков 100 метров. Ну, ясно совершенно, что им кто-то помогает, и мы с вами знаем кто. Иран, который очень сильно продвинулся в ядерных технологиях и уже видимо обладает ядерным оружием. Ну, там просто и не очень это скрывается, это советские ученые работают на ядерных программах Ирана. Вот, то есть Запад боится этой дезинтеграции, не хочет ее, но точно так же Запад боялся, американцы боялись дезинтеграции Советского Союза. Андрей Козырев мне рассказывал, как он звонил в Белый дом после подписания этого Беловежского соглашения и никто не прыгал на ножках от радости, понимаете, а наоборот это вызвало очень серьезную озабоченность и спуг, понимаете, перестал существовать Советский Союз, враг, который каким-то образом контролировал весь этот процесс. Так же, как и сейчас, Энтони Блинкен, госсекретарь США, прямо говорит, что мы не должны допустить разгрома Путина, потому что в этом случае, безусловно, начнется процесс дезинтеграции, который мы не сможем контролировать. Вы представляете себе, там, 90 регионов, в каждом из которых сидит маленький Наполеон с четырьмя классами образования, это люди из охраны Путина, каждый из которых будет бороться за разные цели, за объединение под своим руководством России, за объединение там нескольких регионов, регионов, за ресурсы соседних регионов. У нас нету ни одного региона, который обладал бы необходимыми там пятью, шестью составляющими, это газ, нефть, труба, граница, таможня, то есть вооруженные, достаточные вооруженные силы, достаточное ядерное оружие, это всё, так сказать, рассеяно по разным регионам. Есть регионы, обладающие огромными ресурсами, ну вот как Якутия, но численность населения там относительно мала, понимаете, то есть это регион, безусловная цель захвата для соседних регионов, если начнётся вот этот переходной процесс, процесс возникновения новых государств. Ещё же есть проблема взаимношения с соседями, есть безусловно агрессивные тоже имперские намерения устремления Китая, которому безусловно противостоят и Япония, и Южная Корея. Недавнее совещание в Кем-Дэвиде, я думаю, частично было посвящено и вот этим опасностям, будущей дезинтеграции России. Вот, так что говорить о простом переходном процессе после Путина не приходится. Да, наверное, но мы с вами сейчас обсуждаем довольно очевидные казалось бы вещи и все девяностые, начало нулевых тоже довольно очевидные вещи обсуждались свободно на федеральных каналах. И более того, я сейчас ретроспективно так смотрю какую-то старую публицистику 20-летней давности. Многие спикеры говорили тогда во времена захвата НТВ и посадки Ходорковского говорили через 20 лет это приведет к фашистскому режиму и войне. Почему все это не воспринималось серьезно населением? Почему это казалось такой маргинальной позицией? Многие вещи казались маргинальной позицией. Знаете, Валерия Ильична Новодворская еще во времена Советского Союза говорила о необходимости распада вот этой Советской империи, говорила о том, что КГБ преступная организация, о том, что КПСС преступная организация и реакции на эти ее слова даже со стороны условно говоря демократов, диссидентов, правозащитников была абсолютно негативной. Сергей Григорианц за эти ее заявления против КПСС и КГБ называл ее агентом КГБ. Понимаете, Сергей Григорианц, с которым мы вместе делали семинар КГБ вчера, сегодня, завтра, ну, борец, ну, после 91-го года, правда. Вот. Это, знаете, воспитание, воспитание советских правозащитников, диссидентов, которые говорили о том, что главный тезис советских правозащитников вот этой хельсинской группы выполняйте свои законы. Понимаете, и абсолютно неприемлемая с точки зрения основных статусных диссидентов позиция антибергская, антикоммунистическая. Я вам больше того скажу, вот эта история с форумом правозащитным Алексеева и Сатарова. Если вы помните, это уже путинские времена, это уже как бы, ну, все более-менее ясно со сворачиванием реформ. У них была оппозиция, там был скандал, просто они требовали, чтобы Гарик Каспаров вышел из состава руководства Конгресса правозащитного. И они получали финансирование от Кремля на свою деятельность. Вот, так что там была очень, кстати, показательная история. Может быть, вы знаете, в какой-то момент Андрей Дмитрий Сахаров сформулировал так называемую теорию конвергенции. Может быть, вы слышали. Это идея о том, что, ну, это в Советском Союзе было, идея о том, что со временем коммунизм и капитализм сольются, пересекутся и начнут совместное существование. Идея, ну, надо честно сказать, бредовая. Ну, тогда это воспринималось, Андрей Дмитрий Сахаров был иконой правозащитного движения. Понимаете, каждое его слово было, ну, истинной в последней инстанции. И когда Валерия Ильич Новодворская в нескольких статьях высмеяла его, называя его идею совмещением капитализма с ГУЛАГом, вот, против нее очень многие правозащитники выступили. Ну, во-первых, как она смеет критиковать самого Андрея Мечца Сахарова, а во-вторых, ну, какое она имеет право не допускать такую возможность. Там, это же воспринималось как один из возможных выходов из этой, ну, сложной, так сказать, ситуации противостояния капитализма и коммунизма противостояния Соединенных Штатов и СССР. Вот, так что, ну, вот, такая ситуация, такая история, история болезни этого больного. А вот эта вот тяга к вождизму, да, даже в случае с Сахаровым, желание людей встать за спину какого-то сильного лидера, это вот то, что нас, кажется, сопровождает до сих пор, да, если говорить про оппозицию, это сильно мешает или же нам все-таки нужна какая-то значимая фигура, которая сможет в нужный момент повести за собой? очень большая страна и это очень большая проблема. Информационно, идеологически, в таком широком смысле эта страна нуждается в лидере, который ну, будет приемлем что-ли для большинства, будет приятен большинству, понимаете, вот, я очень много думал и писал об этом, о том, что в Чехословакии они выбрали президента Вацлава Гавила, это почти полная точная копия Валерия Ильинична Новодворская, правозащитник, диссидент, публицист, даже литературный критик, даже театральный критик, понимаете, так же, как Новодворская, но другая история, другая ментальность, другое образование, другое воздействие пропагандистской кампании, понимаете, все-таки в Чехословакии после ухода советских войск, после выхода из Варшавского договора, пропагандистская кампания не доставала чехословаков, и у них была возможность развиваться, это было связано с языком, кстати говоря, это проблема вот в Украине, этот язык, который позволил, позволял бы Украине отключиться от вот этой линии пропагандистской кампании, очень простым процесс перехода к демократии был для эстонцев, которые, ну, условно говоря, не говорили по-русски, для литовцев, значительно сложнее он был у латышей, где 40% населения русскоязычное, которое говорит по-русски, многие говорят только по-русски. Вы сами выросли в семье коммунистической, насколько я понимаю, и для вас какой фактор стал существенным, если говорить о таких вещах, в том, чтобы от этой советской идентичности отказаться, насколько легко отказаться от той идентичности, которая до сих пор не отпускает россиян? Ну, очень легко, мы это видим на примере иммигрантов, когда они оказываются за рубежом, они очень быстро адаптируются, очень быстро, ну, не все, некоторые, вот сейчас в Соединенных Штатах, я вижу эту огромную агентурную сеть, которую КГБ начало создавать с 91-го года, она работает, работает пропаганда, работает агентурная сеть, которую там служба внешней разведки, ФСБ использует сегодня очень активно. Для меня лично, знаете, на меня большое впечатление произвел вот в этот период оттепели мой дед, он вернулся из лагерей, просидев там 20 лет, и я с его помощью, с помощью родителей был включен вот круг этих диссидентов, в круг людей, которые читали, распространяли сам издат. В 12 лет я уже читал историю Советского Союза, написывая Автархановым, совершенно альтернативная, так сказать, точка зрения. На меня тогда, я хорошо помню, сильное впечатление произвел этот роман Оренбурга «Люди годы жизни», тоже явление оттепели, тоже такое, я бы сказал, диссидентское, ну, в некотором смысле произведение, вот, ну, и очень много литературы, я такой читающий был ребенок, ну, и, понимаете, родители у меня оба были членами коммунистической партии, но они просто были, входили в номенклатуру советскую, мама занималась, там, работала в госнабе, отец был профессором, математиком, ну, да, для того, чтобы защищать диссертации, для того, чтобы продвигаться по службе, ну, не потерять работу, надо было вступать в коммунистическую партию, ну, довольно циничное, в общем, решение, он вступил, но, понимаете, это была идеология вовне, а внутри семьи это, ну, такая, не была доминирующая позиция, хотя, когда, начитавшись сам из даты, я начинал отцу что-то рассказывать и маме, они очень волновались, они боялись просто за меня, и так часто, как они это могли, они мне, меня просили не обсуждать это нигде, кроме как с ними, хотя я обсуждал естественно. Ну, вот, все эти мои последние вопросы, они подводят к очевидному выводу, что, в общем-то, у многих людей была возможность там, в такой ситуации оказаться, у многих людей была возможность ту же информацию получать, у многих людей, у всех людей, там, в 90-е начало нулевых, был доступ к информации, к информации любой. И надо сказать, что доступ к информации есть и сейчас, какого не было никогда. Интернет, собственно, да, блокируется что-то, но при желании доступно все даже с территории России до сих пор. Тем не менее, насилие, мы не знаем, да, о поддержке войны на самом деле, потому что мы не знаем о социологии и ничего, военное время, но очевидно, что все равно вот эта культура насилия, она есть, она самовоспроизводится, и насилие это нечто социально поощряемое, одобряемое в российском обществе, и мы видим и памятники Сталину, которые появляются в России, и это не инициатива государства, и мы видим риторику, которая буквально воспроизводит тезис «Да, ГУЛАГ, зато индустриализация». Что же не так? Есть ли какой-то уникальный артефакт, который может помочь нам понять, что делать в этой ситуации? Ну, во-первых, вы, конечно, ошибаетесь, говоря о том, что государство не поддерживает это возрождение. Сталинчин еще как поддерживает после этого памятника, у которого Шукшина плакала от счастья, эта информация прошла по всем пропагандистским информационным каналам, поддерживается еще как. Понимаете, общество состоит из очень тонкого слоя интеллектуалов, так сказать, души общества, людей думающих. Но значительная часть общества это обыватели. Причем это явление характернее только для России, для любого общества. Обыватели, понимая это, я как-то обратился к Борису Николаевичу Ельцину, наблюдая то, что происходит на центральном телевидении, я ему сказал, что нам необходимо, это прямо 91-й год был. Нам необходимо начинать пропаганду новой системы ценностей, внедрять ее. Я тогда подружился с таким крупным предпринимателем, американским Россом Перро, он меня пригласил в Техас, мы общались с народом, так сказать, он для меня это устроил, в каких-то забегаловках, знаете, с этими дальнобойщиками, которые мне говорили о том, что вот демократия, свобода, это очень важно, и это был результат внедренной системы ценностей, это был результат позитивной пропаганды. Борис Николаевич Ельцин на мое предложение начать продвижение, пропаганду этой новой системы ценностей, ответил довольно резко, он сказал, что все, больше никакой пропаганды в России не будет. А пропаганда шла, пропаганда регулируемая, контролируемая КГБ, то, что я вам рассказывал, на всех каналах, на всех проектах, которыми руководили связанные с КГБ люди. Обывателю нужна некоторая, ну, готовая система ценностей. Ее надо подготовить, сварить, изготовить для него и донести до него. Тоже пропаганда, тоже, но пропаганда позитивная, пропаганда, как, знаете, формулировка смысла жизни. Вот. Это, там, детям надо объяснять, там, о том, для чего человек существует, вот, и когда это не объясняется детям, но вот получается то явление, с которым мы вдруг столкнулись, когда варварство, преступления, открытые преступления, убийства людей, издевательства, библейские ценности, понимаете, они подвергаются сомнениям, они отрицаются. Вот сегодня именно библейские ценности отрицаются этим режимом, идёт пропагандистская кампания освещения, что ли, вот этого, превращения в святых этих преступников, уголовников, там, уже я видел икону Евгения Пригожина, икону Навального, просто агента ФСБ, понимаете, который имитирует оппозицию. Вот. Мы об этом в своё время очень много говорили с Валерией Ильиничной. Вот сейчас, знаете, возникает, довольно часто мне говорят о том, что вот мы с Лерочкой многое предвидели, много сказали, успели сказать, но это был естественный процесс. Мы сказали, что в пике развития оппозиции в 2010 году мы сказали, что она исчезнет, оппозиция, что режим победит оппозицию, если лидеры оппозиции допустят внедрение в оппозицию коммунистов и националистов, то есть проектов того самого КГБ. Они допустили, и оппозиция исчезла. То митинги, которые проходили в 2012 году, 2000-й митинг в Москве 24 декабря 2011 года. Все это исчезло потом довольно быстро. Но в этом же тоже есть определенная точная логика. Понимаете, если с трибуны выступают коммунисты, которые говорят все необходимые слова против демократии, против рыночной экономики, а их поддерживают те, кто их слушают, те, кто поддерживают рыночную экономику, они перестают поддерживать такую оппозицию. Когда люди на этом митинге 2000-м слушают националистов, если вы помните, они на каждый митинг носили свой абсолютно провокационный плакат. Жиды вон из русского правительства. На каждый митинг. Я не думаю, что кто-то воспринимал их всерьез. Как вы думаете, много людей воспринимает всерьез сегодняшнее заявление о фашистах в Украине, о националистах в Украине, издевающихся, убивающих русский народ, после того, как Россия начала эту агрессивную войну? Я думаю, немногие, многие понимают ситуацию, но это законы пропаганды, они так действуют, понимаете, это открыто было еще Геббельсом, Гитлером, а если вы внедряете абсурдные пропагандистские установки, они легче прививаются, понимаете, чем логичные те, которые необходимо доказывать логикой. Чем абсурднее, тем лучше, по-моему, Геббельс так и говорил. Ну, по крайней мере, ему приписывают подобные слова, да. Вообще, картина, конечно, мрачная, но давайте попробуем в завершении разговора может быть, найти какое-то зерно надежды. Сейчас российское общество кажется еще более архаичным, чем последние годы. С введением новых законов о электронных повестках, да, буквально вернулось крепостное право, как будто бы, потому что когда человеку приходит повестка по мобилизации, ему нельзя там не только за границу уехать, ему нельзя автомобиль водить и еще далее по списку. Кажется абсурдным, и при этом какие-то нотки такие феодализма тоже видны, потому что мы видим, как дети элиты вступают в должности. Кажется, что не место и не время для демократии сейчас. Но как вы думаете, если вот момент настанет завтра, удастся построить демократию с тем, что есть у нас сейчас? сегодняшняя главная опасность не в отсутствии демократии в России. Сегодняшняя главная опасность это колючая проволока, жесткий режим, неважно что поддерживающий. Он может и он говорит о том, что поддерживает демократию. Ну, надо сказать, что уже и это он говорит немножко иначе. Да, мы помним заявление Пескова последнее, которое он правда опровергает, но где он говорит, что Россия это уже не демократия, а дорогостоящая бюрократия. И Элла Панфилова говорит, что вот западная демократия это не то, это вот нам не надо. То есть буквально власть уже признается в том, что это не демократия. Ну, вы считаете, что это важно, что говорит власть? Нет, конечно, это пропагандистская кампания, это такой белый шум, который знаете, я недавно как раз читал, мне интересно было о стариках, о людях старшего поколения, вот они, их очень раздражает окружающая там действительность, и они многое из того, что они делают, это просто для них очень важно получение такого подтверждения того, что они сейчас существуют, живут, вот, это состояние деменции, тем не менее, а многое из того, что делает сегодняшний режим, Песков, Панфилова, Путин, его окружение, это тоже вот это состояние умирания, деменции, и им очень важно, чтобы их цитировали, чтобы их слышали, слушали, и отсюда пропагандистская компания, которая начинает иногда продвигать совершенно какие-то абсурдные установки, знаете, я слежу за этим еще с 92-го года, когда у меня появился первый грант на исследование фашистов в России, националистов, ну вот такого радикального толка, пропагандистскую компанию, пропагандистская компания последнего времени это белый шум, это желание просто остаться в информационном пространстве, это желание просто, чтобы получить подтверждение собственного существования, вот эти абсолютно абсурдные заявления пропагандистов, там, Скобеева и Соловьева, значит, пресс-секретаря Путина, самого Путина, вот это очень похоже на состояние деменции и желание, чтобы тебя кто-то услышал, и в этом смысле я последнее время постоянно призываю украинских журналистов перестать цитировать этих ментально нездоровых людей, понимаете, и перестать цитировать этот вот белый шум, который нужен только для подтверждения факта их существования. А то, что касается позитивной составляющей, понимаете, для меня почти очевиден этот факт, ну вот, начало процесса дезинтеграции, или точнее говоря, продолжения процесса дезинтеграции вот этой огромной Советской империи, на территории России будут образовываться самые разные государства. Ну, так же, как после Советского Союза, ну, были демократические государства, вот, ну, были и автократии, ну, вот, Центральная Азия. Я думаю, что из тех, там, двух-трех десятков государств, которые образуются на территории России, безусловно, будут даже те, будет даже государство, которое назовет себя Российской империей, и будет бороться за объединение под своим началом всех остальных государств. Вот, будем надеяться, что у него не будет ядерного оружия при этом, вот, и будут государства демократические, и будут государства, ну, рыночные, но нейтральные, будут государства социал-демократические, наверняка в Центральной России, как это было после 91-го года, образовались государства под руководством коммунистов, которые начали вводить регулируемые цены, которые начали себя отгораживать от соседних регионов, которые, ну, продолжали этот коммунистический эксперимент, наверняка будут и такие, но эти государства будут находиться в конкурентных отношениях, понимаете, это, они будут стараться контролировать границы, но будет существовать, ну, в таком, каком-то новом виде Юрия в день, то есть эти крепостные будут переходить из одного государства в другой, из того, в котором жить невозможно, в то, где жить, ну, можно, благополучно, но вот это началось уже, на самом деле, эмиграция последнего времени, это вот тот самый Юрий в день, понимаете, когда крепостные, ну, там, думающая часть крепостных пока, они не хотят жить в условиях рабства, вот, они выбирают по экономическим, иногда, часто, или только по экономическим причинам, они выбирают Запад, но сегодня это Грузия, страны Балтии, там, Чехословакия, Чехия, Словакия, Черногория, Соединенные Штаты, в некоторых случаях Франция, будут регионы, я боюсь, что их будет большинство, руководство которых будет следовать таким, ну, социал-демократическим, усредненным, так сказать, позициям, принципам, идеологии, и будет, к сожалению, конкуренция, которая будет выливаться в вооруженные конфликты, потому что оружия осталось очень много на территории России, очень много военных, людей, которые ничего не умеют, кроме как воевать. Вы знаете, после опричнины в 16 веке в России наступил такой период депрессии, когда опричники, ведь, они пытались управлять государством, но оказалось, даже вот в Ливонскую войну они не смогли просто собрать достаточно сил вооруженных, то есть, они были в состоянии контролировать помещиков, грабить, но не в состоянии управлять государством. Это очень похоже на сегодняшнюю ситуацию. Деревни покидались, покидались помещиками, покидались крестьянами, вот, и, ну, это такой тяжелый и долгий, он несколько десятилетий занял процесс депрессивного состояния вот той территории, на которой располагалась Россия. А потом началось тихонько возрождение уже безопрично, уже без вот этого уродства. Да. это, может быть, не тот оптимизм, который вы ждали, но это оптимизм, который называется реальность. Да, реализм, конечно, лучший оптимизм из возможных. Константин Натанович, большое спасибо, что пришли сегодня на Автозак. Лайв, спасибо за эту беседу, будем рады видеть вас у нас еще. хорошо, спасибо. Спасибо.